Я вновь приветствую всех, кто меня сейчас смотрит и слушает. Дорогие друзья, опять у нас стрим, посвященный событиям недавнего прошлого. Их сейчас достаточно много. Юпитер вошел в знак Тельца. Мы на своей шкуре будем проверять, действительно ли все ли позволено Юпитеру. А то говорят, что позволено Юпитер, не позволено Тельцу. И все ли ему позволено. А то может быть сейчас разыграться даже наоборот. Марс во Льве предполагает презентации каких-то, может быть, военных действий. Или пиар на, возможно, даже на боевых каких-то мероприятиях. И Большой Крест, о котором я тоже вам говорил. Предполагающий всевозможные негативные ситуации, может быть, аварий и катастроф. От этого следует как-то держаться подальше. Особенно вот где-то к 26-27 мая нынешнего года. Так вот, о чем я хотел вам поговорить. Причем, в данном случае, методы авистийской астрологии, которые, по сути, я разрабатывал, подняв ее из небытия или из пепла, из руин, в течение 46 с лишним лет, позволяют мне это сделать. Так вот, давайте рассмотрим некоторые события, которые имели место в течение недавно прошедшей недели. Например, события в Республике Молдова. Мне неоднократно приходилось об этом говорить. И о ее президенте Майе Санду, которая пришла к власти в прошлом году, я говорил, что это очень неоднозначная фигура, с которой будут связаны и скандалы, и множество провокаций. И ее будут оценивать совершенно по-разному, что, в общем-то, действительно и произошло сейчас. И вот события, которые имели место в маленьком автономном районе под названием Гагаузия, где проживают, на территории Республики Молдовы, проживают тюркоязычный народ Гагаузы. И именно там произошли выборы 14 мая, выборы главы этой автономии, которой сейчас стала женщина главой. Это называется слово Башкан, очень интересное там тюркское название, Башкан Евгения Гуцул, которая стала нынешней главой как раз вот этой автономии. Ее подозревают в том, что она такая пророссийский политик, и сразу же была со стороны руководства Молдовы, это тоже все из открытых источников. Негативная реакция, попытались отменить эти выборы, ну, это вызвало протесты народные, и, в общем-то, она была утверждена сейчас, это Евгений Гуцул, в должности главы этой гагаузской автономии. Выборы были 14 мая, мне хотелось бы их прокомментировать, и что там будет дальше. Гагаузия была как автономия последняя, основана 23 декабря 1994 года, ей уже 18,5 лет. И вот интересно, что прошел цикл лунных узлов, 18 почти с половиной лет, это цикл так называемых лунных узлов, фатальный период. Повторяются циклы некоторых затмений, затмения, например, повторяются как были при ее основании, так и сейчас. Поэтому сейчас там фатальное время, время подведения итогов прошлого и построения программы будущего. Если сейчас все будет так же, как и до недавнего времени, то события там будут развиваться мощно и стремительно. К сожалению большому, надо предупредить людей, живущих там, что наиболее тяжелыми проблемами, может быть, время июля-августа нынешнего года, а также и ноябрь-декабрь, как раз предшествующей дате образования этой автономии внутри Республики Молдова. Там, может быть, дойти даже до кровопролития, чего не следует допускать. В дальнейшем эта территория через несколько лет может даже выделиться и попытаться стать самостоятельной. Но там посмотрим, как это будет дальше. Что касается ее башкана, то есть главы этой автономии Евгения Гуцул, рожденный под знаком Девы, ей около 37 лет. Опять же, два цикла лунных узлов, дважды 18 с половиной. То есть 37 лет это очень такая серьезная и даже ко многому обязывающая дата. Дата фатальная. На цифре 37, как писал Нысоцкий, с меня в момент сгоняет хмель. То есть у нее очень серьезное и очень тяжелое сейчас наступит время. Время принятия ответственных решений. Короче, в этой автономной республике Гаузи будет сейчас время очень тяжелое. Время конфронтации. И вот я назвал эти даты достаточно такие тяжелые и уязвимые. Нужно принимать меры, чтобы это не вызвало кровопролития и даже войны на ее территории. То есть все возможно изменить, если знать об этом заранее, и принимать меры безопасности. Я обращаюсь к тем, от кого это зависит, принятие таких решений. Так что, ну вот, давайте будем надеяться все-таки на самое лучшее и не допускать какой-то негативной дурной развязки. Что еще можно сказать по событиям ближайшего прошлого? Это, конечно, выборы парламент Греции, которые прошли 21 мая. Сразу же после того, как в знак Льва вступил Марс. И там же еще во Льве находится еще и Черная Луна. Это символ тяжелых и страшных искушений. По-другому ее называют еще и демонным искусителем гороскопа. В авистийской астрологии я ее реконструирую, эту систему. 46 лет назад назвал ее именем одного из страшных демонов, демоница Друджа в Авесте. Так вот, победила не оппозиционная партия, которую возглавлял и возглавляет бывший премьер-министр Алексис Ципрос, а та же партия власти Кириакос Мицатакис, который возглавляет ее. Вот она победила. То есть, вопреки многим прогнозам. А если сейчас так вот кинуть на нее первый взгляд на то, что произошло в Греции, и постараться предположить, что там будет дальше, то вот первые выводы, которые можно будет сделать. Итак, Мицатакис и Ципрос. Мицатакис, который остался на следующий срок премьер-министром, родился по знакам рыб 4 марта 68 года, а Ципрос, который ему противостоял, родился по знакам льва. Вот здесь интересно. Как правило, я много раз об этом говорил, вот в данном случае сработал эффект так называемого восьмого знака. Восьмой знак – это знак в худшем случае или смерти, или критичных событий. Вот когда два человека борются за какое-то место в политике, за первое место, то, как правило, если из них один будет рожденный под знаком восьмым от рождения другого, то, как правило, он и выиграет. Почти всегда это срабатывало. Вот по выбору Трампа, например, в 2016 году, когда противостоял Хиллари Клинтон. Она была скорпионом, он был близнецом. Не сработало только в 2020 году, когда Трамп, который родился под знаком близнецов, проиграл на выборах рожденного под знаком Скорпиона Джо Байна, ныне срамствующего президентом Соединенных Штатов Америки. Но эта тема требует особого рассмотрения, и, конечно, за рамки выходит нашего нынешнего стрима. А вот в данном случае эта система сработала. Мицотакис, который рожден под знаком рыб, победил Ципроса, рожденного под знаком льва. Но, надо сказать, что у Ципроса ислам те господи, что он не выиграл, потому что это свидетельствовало бы о его, конечно, подверженности влиянию темных сил, потому что он родился под знаком льва, а именно в Альве находится сейчас черная луна. Но еще, конечно, большие сомнения возникают по морально-этической составляющей этого бывшего премьер-министра, который, может быть, еще победит на следующих выборах, этого Алексиса Ципроса. Ему, кстати, 49 лет. А 49 лет – это обращение, так называемые, белой луны, ангела-хранителя гороскопа. То, что он проиграл не только при прохождении черной луны по знаку льва, под которым он родился, но еще и при обращении белой луны, говорит о том, что все не так просто в его королевстве львином. И что Ципрос, конечно, фигура очень сложная и однозначная, и, конечно же, с двойным дном. Вот это мне хотелось бы про Грецию рассказать. Говорят, в Греции все есть. Это такое было фраза у Чехова. Не знаю, все ли там есть, но то, что в Греции будут еще волнения, и, возможно, в следующем году, я посмотрел ее гороскоп, и данные выборы, очень многие, что будет неудовлетворять, приведет, возможно, в следующем году, особенно вот летом следующего года, большим серьезным волнением на территории Республики Греция, возможно, связанным с какими-то еще и авариями или катастрофами, природного, возможно, характера. Это где-то в июле-августе следующего года, а также еще и в ноябре 2024. Посмотрим, что там будет. Теперь последнее, что мне хотелось, дорогие друзья, вам рассказать. Большое вам спасибо за то, что вы поддерживаете нас с комментариями и ставьте лайки. Вот это очень важно для протяжения двух моих каналов «Институт Павла Глоба» и «Павел Лоба ТВ». Я буду отвечать по мере возможности на многие ваши вопросы, которые вы мне задаете. Большое вам за это спасибо, дорогие друзья. Но теперь мне хотелось бы рассказать еще об одном юбилее, 100-летие со дня рождения знаменитого Генри Киссингера. Человек, который характеризует собой, даже воплощает всю современную мировую политику. И глобальную, глобализмополитику, и политику Соединенных Штатов Америки практически, можно сказать, что он и есть Америка. Вот та самая Америка, которая диктует миру свою волю. Та самая Америка, которая имеет свой собственный американский проект. Уже не американскую мечту, но американский проект точно. Так вот, Генри Киссингер, которому 27 мая исполняется 100 лет со дня рождения. Он еще живой и здоровый человек. Ну, относительно здоровый. У 100 лет разве может быть здоровый? Ну, относительно, по крайней мере, голова у него точно соображает. Вот мне хотелось бы отметить, потому что целая эпоха. Он один из последних представителей той самой эпохи американского господства, который уже уходит, но еще пока продолжает оставаться на плаву. Так вот, Киссингер, который, кстати, не американец, не коренной американец, он родился вблизи Мюнхена, в Германии, и уехал он в достаточно раннем возрасте, в 15-ти летнем возрасте в Соединенных Штатах. Там заканчивал школу, а потом и университет, Гарвард закончил. Кстати, был бакалавром искусства изначально. Потом только увлекся политикой. То есть он американец не по рождению. Но интересно, что он американец не по рождению, то вот по гороскопу по-своему он точно американец. И он настолько, его гороскоп воплощает не только американское поле, но и вообще весь американский проект, что его отделить от Америки невозможно. Он воплощение американского поля. Там у него находится Меркурий, и рядом там находится Солнце. То есть он практически изначально американец. И уже потом он, конечно, еврей, еврейского происхождения, причем из такой религиозной семьи был. Он себя не отделяет от этого. Но прежде всего он даже сам считает себя, конечно же, американцем. Так вот, Киссинджер, который был дважды государственным секретарем, всю внешнюю политику Америки выстраивал он еще при Никсоне. И фактически ему приписываются и война во Вьетнаме, и ее окончание войны. Про него очень много ходило различных слухов, и хороших, и плохих. Благодаря ему были выстроены отношения с Китаем. И тем не менее он встретился сначала с Джо Эн Лаем, вторым лицом в китайском государстве в 71-м году, а потом с Паун Цэ Дуном. И способствовал восстановлению связи Китая с Соединенными Штатами, приезду Никсона. И то, что сейчас Китай так сильно поднялся благодаря американскому, конечно, торговле с Америкой, это, конечно, во многом заслуга именно Киссинджера. Китай, ставший сверхдержавой, он стал сверхдержавой, в основном, все-таки благодаря первичным усилиям вот этого самого 100-летнего старца, Генри Киссинджера. Так вот, мне хотелось бы как раз его упомянуть сегодня и о том, что он действительно всю эту политику выстраивал, политику глобализма, политику, в общем, Соединенных Штатов, как они вот есть сейчас, Соединенные Штаты. Про него, кстати, много разных слухов и других ходило. И то, что, в общем, например, Красные Кмеры в Камбодже, Кампучи тогда уничтожившие, ну, почти половину, по крайней мере, точно третье население 75-го по 79-й год, это, в общем-то, эксперимент политический, который был допущен как раз именно Киссинджером, в то самое время, когда он еще был в 75-м году государственным секретарем Соединенных Штатов Америки и Советником Национальной Безопасности в республиканском правительстве сначала Никсона, а потом и Джеральда Форда. В 75-м году он был уже Джеральд Форда. Так что вся политика Америки, и мировая политика, это очень по-многому, была построена усилиями Киссинджера, и многие национальные проекты, и Бильдербергский клуб, говорят, там, почти что масонские любители теории заговора как раз его, именно этот, Бильдербергский клуб и прочие там организации связывают с какими-то античеловеческими проектами и прочими там конспирологическими версиями. Так вот, там, конечно, Киссинджер один из самых главных персонажей. Вот его книга «Мировой порядок», я с большим ее в свое время интересом прочитал, и вам тоже советую прочитать всем, потому что все надо своим умом, в общем-то, до всего надо своим умом доходить, и даже если вам чем-то кто-то не нравится, то лучше его прочитать, лучше узнать, кто он такой, из каких-то чужих уст, где вам все это расскажут совершенно по-другому, или в стиле, или, так сказать, там, искаженном варианте, а лучше до этого находить самостоятельно. Была очень интересная книга, хотя, конечно, лично я во многом с этим не согласен, и многие другие люди видят в этом отражение как раз конспирологических версий, не я, другие. Так вот, ну, правда, в последнее время он высказывается о том, что он разочаровался принципами капитализма и сокрушается по поводу развала Советского Союза, можно ли этому верить, или это просто какой-то камуфляж, трудно сказать, ведь он же, учитывая некоторые детали его биографии, он, конечно, может до сих пор еще проявляться как бывший человек, тесно связанный со спецслужбой. Говорят, бывших не бывает. Ну, давайте посмотрим его гороскоп, известно точное время рождения, и он родился утром, и мы видим у него огромный, очень сильно выраженный 12-й дом, потому что он связан со спецслужбами, без всякого сомнения, точно видно. Он родился под знаком близнецов, связан с Соединенными Штатами Америки, конечно, по своему гороскопу, двойной представитель близнецов. У него, конечно, очень сильный Марс, который находится на восходе. А человек, значит, получается, он энергичный и очень воинственный даже. А уран у него близок к верхней кульминации, то есть он способен к нестандартным, креативным каким-то поступкам, к эвристическим открытиям, вот это говорит о муране, но, тем не менее, уран в знаке рыбы в соединении с восходящим узлом очень многие цели и его вот эти сценарии, которые он предлагает, многим не ясны. Он, конечно, прирожденный дипломат, то есть он проявил в своей жизни. Об этом говорит скопление планет в знаке весов, что часто бывает у дипломатов. И Луна у него там, и Сатурн у него там. Интересная, конечно, личность. Ну и дай бог ему, конечно, здоровья, потому что на таких личностях держится мир. Даже если во многом люди, многие, не согласны с его деятельностью, то все равно изучать такого человека – это большое удовольствие, потому что, по крайней мере, мы будем знать, как не наступать на те же самые грабли, на которые многие из нас уже наступали. Не только в отдельности каждый из нас взятый как человек, но и страны, и государства. А Генри Киссингер, которому исполняется сто лет, является воплощением целой политики. Он может даже сказать, не я американец, а я Америка. По крайней мере, Америка в той самой части, где Америка планирует свое будущее и свое настоящее. Вот мне об этом хотелось вам, дорогие друзья, рассказать, еще раз напомнив о том, что мы действительно до всего должны доходить, или, по крайней мере, желательно доходить, собственным умом, и тоже желательно для каждого из нас не наступать на те же самые грабли. История и ее осмысление позволяют нам это сделать. А астрология еще дает нам в руки некий метод, при помощи которого даже можно рассказать, что дальше может случиться в будущем. Какие круги по воде это может какое-то событие или какой-то юбилей вызвать. Итак, дорогие друзья, всего вам самого доброго. Нас ждут великие дела. До новых встреч.